Сколько дней продолжалась оборона Севастополя? Как назывался план вторжения в СССР? Какой подвиг совершил Александр Матросов? Интеллектуальные игры провели в Магаданском политехническом техникуме. Организовали их в рамках конкурса студенческих клубов за лучшее мероприятие, посвященное празднованию юбилея победы. В соревновании участвовали три команды – отделение экономики и программирования, электромеханическое отделение и геологостроительное. Игру провели в четыре тура – «Блиц-викторина», «Кино и музыка», «Что, где, когда» и «Брейн-ринг». Вопросы подготавливали члены интеллектуального клуба при техникуме. Они же выступили в роли жюри. Мне очень понравилось, как отвечали команды. На самом деле я думала, что на второй тур, где мы брали кино, музыку и предлагали участникам ответить на разнообразные вопросы, не ответит никто, потому что, скорее всего, мы очень сильно перестарались, эти вопросы были очень сложные. Но команды проявили себя довольно неплохо. И все команды даже получили по два балла из десяти, но это уже результат. В «Викторине» командам раздали бланки с вопросами. На десять заданий дали пять минут. В туре «Кино и музыка» игрокам предложили по пять отрывков из отечественных фильмов и песен о войне. На каждый вопрос – по минуте. В «ЧГК» дали 15 вопросов по минуте на каждой. В «Брейн-ринге» участвовали две команды. Были вопросы, на которые мы знаем ответ, но мы понимаем, что мы его забыли от слова совсем. Мы не можем ответить. За счет этого было сложно. Но мы старались, мы готовились. Во время того, как жюри подводили итоги, на сцене выступили учащиеся техникума с творческими номерами. По словам организаторов, игру провели для того, чтобы студенты вспомнили информацию или узнали новую. Некоторые вопросы готовили около месяца. Ребята отвечали хорошо даже на очень сложные вопросы, рассказывают специалисты. Однако не обошлось без сложностей. У нас была некоторая проблема с презентацией, технические заминки, в общем, потому что мы не могли из разных концов зала держать связь с пультом и нормально взаимодействовать. Зрителей тоже ждал сюрприз. Организаторы им предоставили возможность поучаствовать в викторине. А за правильный ответ можно было получить сладкий приз. По результатам соревнований победила команда геолого-строительного отделения. Однако, отмечают организаторы, разрыв с другими командами был небольшой. Участников и победителей наградили дипломами и ценными призами.